Коллеги, добрый день! Я Алексей Павчев, всем привет! Пока мы собираемся, давайте проверим традиционно, самому человек слышно ли меня, видно ли меня. Прошу поставить плюсик в чатик. Да, отлично, спасибо. Любимый личный вопрос не такой длинный, хотя кажется, что и длинный. Я надеюсь, что минут 40-45 я буду рассказывать теорию, про это все покажу. Будет время для вопросов. Вопросы традиционные можно писать в чат. Что-то будет вообще в процессе, что-то может быть в конце, скажем, по динамике вебинара. Запись, конечно, будет, отправим вместе с материалами на почту в течение 1-2 дней, но все-таки, наверное, уже вообще не лучше, поэтому, надеюсь, вы останетесь с нами до конца. Давайте начинать. Я Алексей Борщев, отвечаю за развитие продукта J.Copilot. Это наш основной, наверное, самый первый и самый базовый продукт, который работает с генеративным искусственным интеллектом. Сегодня у нас такой вебинар в знаковое время выходит, потому что примерно год назад J.Copilot вышел в прод, появились клиенты, которые начали сникли в компаниях, в корпорациях. Ну и вот этот год мы активно собирали обратную связь, развивали продукт, догоняли нейросети, которые развивались еще быстрее, чем мы. Безусловно, тут очень тяжело заниматься. Поэтому сегодня я расскажу о том, что мы накопили за этот год, какие фишки, какие крабли, которых тоже было немало. Расскажу о новых сетях, которые у нас появились, расскажу об особенностях работы с сетями, которые необходимы для того, чтобы как-то эффективнее применять эту забавную фишку в бизнесе, которая давно не забавная фишка. Такой мощный бизнесовый инструмент. Про это мы сегодня не поговорим. Давайте начинать. Начнем с новых сетей. Катеринтропик. Сейчас повторяю по моему ощущению. Это такая субъективная позиция по мощности, по значимости влияния на миру искусственного интеллекта. Очень хорошая компания с точки зрения мощности сетей. Очень давно вышли на рынок со своими сетями, которые называются код. У них есть различные варианты этих сетей. Мы добавили версии, начиная с третьей. Сделали это в конце весны. И вот теперь они доступны у нас в эфире, почему мы это сделали и что это за сети. В общем, поэтичное название у них – Cloud Hype, Cloud Sonnet, Cloud Opus. Поэтический размер стиха. Hype – самый маленький. Это самая простая сеть, она быстрая. Простая, она у меня G5.5, должна быть очень попроще. Sonnet – это средняя модель уровня ниже четверки, но и Opus. Такая хорошая, большая, огромная. Это огромный стих Opus. Тяжелая, очень дорогостоящая модель. Третья версия Opus развивалась, развивалась, и вроде бы из нее сделали Sonnet 3.5. Мы ждем, пока появится Opus 3.5. Все ожидают, что он будет на уровне 4.5, 4.5 плюс следующее поколение сетей. Надеюсь, так и будет. Но это прекрасные сети. Чем они прекрасны? Мне очень нравится особенность, которая опубликована на сайте «Антропика документации», о том, что они заявляют, я вынес этот скрин на текст, скрин на сайт, они заявляют о том, что их модели не будут использовать данные, которые мы даем в запросах и ответах для обучения модели. Как вы помните, первые скандалы и Hype, которые были связаны с OpenAI, о том, что от компании Samsung вытекали данные, которые потом выдавались в выдачу моделей. Были случаи, когда при программировании в код вставляли ссылки на GitHub и GitLab в реальной компании действующих. То есть такая была практика, что эти данные все-таки использовали для обучения. Здесь заявляют, что не будет, это прекрасно. То есть для бизнес-целей даже облачные модели в этом случае можно использовать, конечно, с оглядкой, потому что то, что говорят, то, что делают, может быть разными вещами, но такое заявление есть. Кроме этого отличного свойства модели от Клода, Цернета, от Антропика, они имеют хорошее свойство рассуждения. Как вы знаете, сети работают лучше, если делают по шагам свою работу, то есть они рассказывают, что они делают. Если вы зададите два вопроса и во втором вы просите рассуждать по шагам, подробные ответы могут быть разные, потому что это по шагам исполнение приводит к лучшему результату. В эти модели встроена такая опция, они заранее, изначально хорошо рассуждают. Это приводит к тому, что у них более развернутые ответы, более большие, они становятся дороже из-за этого, но при этом качество безусловно лучше. Ну и отличное свойство у этих моделей, то, что они умеют давать ссылки на источники. Редкая такая возможность помогает в работе, помогает в чатинге, потому что очень часто проверить, придумывать информацию или сделать ее с реального места, достаточно тяжело. А здесь можно сразу прокликать по источникам, посмотреть, живые источники, неживые, можно с ними в дальнейшем работать. Я буду сразу показывать примеры. В качестве примера попробую писать статьи и текстов. Сейчас немного тяжело придумывать новые примеры, я могу думать, какой выбрать статью, какой источник. В поиске пришел такой вот хороший, мне понравился, по крайней мере, источник, детский журнал «Рудик». В чем хороший? Потому что это журнал компании «Виталинвест» от корпоративного издания. Он занял в прошлом году одно из лидирующих мест в рейтингах, в оценках. Журнал ориентирован на новое поколение, на детей, на их профилирование, но и, безусловно, на то, чтобы сотрудники, которые имеют детей, повышали свой статус за счет того, что семья уважают их работу. То есть это рассказ молодому поколению о важности, о значимости работы их родителей. Прекрасный подход. Такая игра в долгую. Мне понравился. Я попробую что-нибудь про эту тему написать. Чем мы будем заниматься? Пробуем статью. Сейчас у вас очень населенную тематику. Попробуем писать материал с контекстом. Здесь, заметьте, это детская тема. Это металлургия и горная промышленность. Непростая тематика для детской тематики. Напишем ему статью. Мы попробуем сделать иллюстрации к этой статье. Чем будем заниматься? Я взял фронт, который практически из описания журнала. Где сказано, что это журнал Удик. Который занимается тем, что он формирует у детей сотрудников чувство гордости. На то, что их родители работают в одной из ведущих в России металлических компаний. Зажигают в сердцах школьников интерес. В общем, такая прекрасная тематика. Ферменомайт поддерживает интерес к промышленности, к туризму. Мы попробуем предложить тему для фронта. Для этой темы, соответственно, для осеннего выпуска. Сейчас я скопирую фронт от себя, чтобы унискать его. Покажу свой экран. Для того, чтобы прям вживую мы могли посмотреть, как это работает. Экранчик, наверное, видно. Да, пришел плюсовать, но я пока правильно не показываю. Перейдем в прямой доступ в приложениях. Клод, как я сказал. У нас пользуемся Клод с анеткой с половиной. Эта версия сейчас у нас является базовой. То есть она все время подсвечивается. Кропочкой основной. Ну и у нас скопированный промпт о том, что ты пишешь статью на журнал «Лудик». Профильного издания для индустрии. Просто ставим фронт. Посмотрим, какие темы нам предложит сеть. Хоть будем на них поиграть. Мы дальше попробуем смотреть на основные достоинства этой сети. Традиционно очень подробный вопрос и подробный ответ. Если мы рассказываем роль. Рассказываем, куда целиться. Какие задачи нам необходимо решить при этой задаче. При решении. Посмотрим, что предлагается. Я выписал три статьи. Первая «Супергерои в касках». «Путешествие в недре земли. Послование». «Труды до смартфона. Как метал главной счастью нашей жизни». Мы не будем много думать. Мне нравятся «Супергерои в касках». Как по пленам создает этого будущего. Попробуем по этой теме проходить. Ну и, соответственно, попробуем ее развернуть. То есть первый этап. Это этап чистого листа пройден. Мы выбираем какие-то темы. Выбираем почему. Можем поискать еще какие-то темы. Это хорошая часть для творчества. Мне кажется, выбрать тематику – это такая основная задача. Посвечу дополнительно, что у нас появилась возможность теперь показывать подсказки. Сеть понимает, о чем мы разговариваем. Ну и нам предлагает, что еще можно уточнить. Какие-то дополнительные примеры статей. Просто нажимаю на кнопочку, я могу автоматически задать этот вопрос. И сеть мне на него ответить. Я подожду, что это как-то будет выглядеть. Это опять помогающая творчеству задача. Ну и планируем, попробуем подобрать задачу под тематику про супергероев. Которая мне понравилась, казалось, наиболее актуальной. Использовательные примеры – динозавры, отлично, в подземных лабиринтах. Ну то есть понятно, что в три мы не упираемся. Я все-таки попробую раскрыть тему. По супергероев, напиши их, их роли. Ну чтобы как-то привести к этому массу для того, чтобы тебе можно быть в дальнейшем работе. Их роли. И дай источник, как я сказал, на материалы, по которым ты собираешь данные. Представляешь? Ну у меня, видите, автоматическая замена русского на английский, но это не важно. То есть слово, по которому неправильно, но я думаю, что это не повлияет на значимость. Это прекрасное свойство нейросетей. Они дадут быть за нас опрос. В том числе вот эти все артографические ошибки тоже могут пройти мимо нас. Посмотрим, что получается, как тема раскрывается и появляются ли ссылки на источники. Как с этим дальше можно работать. Кто-то там домичек, Сталевар Икс, Люди Прокат. То есть Леди Прокат. Надеюсь, это все-таки не женская работа. Но посмотрим, что это за супергерой. Профессор Сплав, Экостраж, отличные герои. Наверное, с ними можно работать. Инспектор качества. Ну и откуда мы взяли информацию. Всемирные ассоциации предварители стали. Наверное, учебник по металлуре. То есть, видите, появляются источники, которые можно в дальнейшем проверять и использовать. Наверное, если вы учились не так давно, даже давно помните, что любая научная работа, студенческая работа требует указания источников. Это всегда было главной болью. С одной стороны, ставить правильный источник. Использовать цитирование. Для этого ложиться в число слов, которые можно цитировать. Такая хитрая задача. Балансировки вот этих вот информации. Ну и теперь эти сети помогают для таких задач решать их гораздо проще и с этим лучше работать. Я не буду сейчас угадать статью. У нас дальше есть еще много чего. Хочется подумать, как... У нас появились супергерои, попробуем их нарисовать. Что это означает? Ну, у нас есть супергерои. Давайте попробуем представить, как они могут выглядеть. Я попрошу написать промп для иллюстрации супергероя. Ну, пускай меня будет профессор сплав. Сеть у меня будет Дали. Ну, здесь можно, в принципе, не указывать, потому что фактически сейчас сети хорошо понимают даже без указания статьи, указания источников, куда они будут, для какого ресурса мы будем генерировать промп. То есть сейчас я хитрю, мне не надо придумывать, как будет выглядеть этот персонаж. Я прошу сеть написать напрямую промп. Скопирую его. Наверное, можно было его указать и на русском, чтобы было понятнее. Ну, здесь, в принципе, достаточно понятно и так. Копирую кусочек текста. Переходим в приложение иллюстратора, которое создаёт для нас картинки. Выбираем Дали. Выбираем всё-таки, наверное, это у нас тематика будет комикса. Я выберу комикс и укажу тот самый промп, который мне предложил сделать. Предложил сделать красный персонаж. Потому что получается, мужчина среднего возраста с серыми волосами, прекрасно в очках. То есть таким образом мы формируем не только контент текстовый, но и формируем целый образ материала, из которого в дальнейшем может быть какие-то комиксы вырастать. Такая вот связанная цепочка образуется. И главное всё практически в одном источнике с одним материалом. Что хочется посвятить при работе с картинками и, в принципе, с нейросетями? Не надо надеяться, что получится в первый раз хорошее изображение. В принципе, нормально. Хотя, если посчитать пальцы, мне кажется, одного не хватает. Это нормальное свойство. Не нужно бояться того, что у вас не получилось с первого раза. Можно пробовать другие сети. Можно пробовать делать ещё. Ну и одним словом, два-три выстрела позволят вам максимально приблизиться к цели. Про это не забывайте. Супер дюро профессии. Прекрасно, как он выглядит. Давайте идти дальше. Я пойду к презентации по остальным нашим задачам. Так, идём дальше. Виды на презентацию. Виды. Таким образом, мы получили супер дюроев. У меня в примере были другие супер дюрои. Вы в презентации получите её, потому что здесь у меня были горняки, которые своими рентгеновскими зрениями прекрасно справляются с задачей и находят металлы. Супер дюрои тема популярности. Эти применщинства предлагают свою работу. Про промты и про попытки иллюстрации у меня здесь. То есть это как раз задача двух-трёх выстрелов. Представьте себе грудзарс. Редко кто с первого выстрела попадает в цель. Поэтому там много этих выстрелов. Не забываем про ограничения и про промт. То есть в промте указываем максимально подробно. Но и нужно помнить, что для любой нейросети серединка промта является самым устным местом. Она примерно забывает. Начало и конец имеют наибольший вес. И поэтому все важные значимые элементы, которые вы формируете в запросе, правильнее указывать именно в этих частях. Серединка будет иметь меньший вес. Пойдем дальше. Кроме Клода и Антропика, мы добавили совершенно другой тип сетей. Компания Небопати, Тайская компания делает отличные сети. Кроме того, что она делает очень полезного, связанного с Алиэкспрессом, у нее еще есть отличное R&D-направление, которое делает там сеть. И кроме этого свойства, они еще и открытые сети делают. То есть их можно скачать. Это сети уровня по смыслу как лама. То есть мы можем ее получить в абсолютном доступе, развернуть у себя. И именно это мы и сделали. Мы развернули на наших серверах сеть QN2 на 72 миллиарда параметров. Они доступны теперь в работе. То, что у меня в скобочке указано AVQ, это означает, что она коммунтизированная. То есть мало того, что она в самом деле небольшая, мы сделали ее еще проще. Не мы сделали. Мы получили ее коммунтизированную, сократили ее в размере. При этом чуть-чуть теряется в качестве на 1-2%, но в размере она сокращается примерно в 2 раза. Для чего мы этим занимаемся? Ну, во-первых, облачные сети прекрасны. И даже то заявление от компании Anthropica о том, что они не используют данные для обучения, не позволяют многим компаниям общаться с ними напрямую через облако. Это запрещено по многим параметрам законной безопасности. И чтобы этого избежать, необходимо ставить сети в контур. Как это ставить, какие сети, мы позволяем попробовать пощупать прямо в облаке у нас. То есть на наших серверах развернут этот QN. В прямом доступе он доступен. Можно к нему обращаться и видеть, какие результаты он дает. Ну, и у меня табличка сравнения приведена. Как видите, по оценке сеть гораздо лучше, чем там даже третья лама. С 3.1 еще не сравнивали, но, я думаю, будет сопоставимо. Ну, и видно, что по многим параметрам она там сильно превосходит на другие сети. И этим можно пользоваться. Что еще с этими сетями можно делать, кроме прямых запросов к ним, то есть общения и диалогового каких-то построения систем доступа, можно использовать и для построения баз знаний. Если вы хотите это делать в контуре, то QN 2 отлично подходит для этого. Мы сравнивали его с сетями OpenAI. Качество сопоставимое, с нами даже лучше. То есть это хороший вариант для того, чтобы запускать ваши проекты в он премии. И для этого у нас все тоже есть и готово. Этим можно пользоваться. Вторая сеть от Alibaba доступна в Prodi. Это код QN. Узкая, маленькая специализированная сеть для программистов. Вообще направление движения специализированных сетей, это, я думаю, наиболее перспективное в будущем управление. То есть если QN 2, это общая выездовая модель, большая, то специализированные модели знают только одно – программировать. Но они делают это очень хорошо. Из-за того, что она специализирована, у нее мало параметров. Она маленького размера. Она сильно дешевле из-за этого и в эксплуатации, и в развертывании. Но при этом пишет отличный код. И сейчас в нашем программисте, так понимаете, это приложение. В нем есть теперь этот параметр в качестве сети. Можно будет выбирать его, и это примерно в 10, 20, а то и 50 раз дешевле, чем программировать при помощи GPT-4O либо при помощи Sonnet. А качество кода совершенно адекватное. И поэтому вполне этим можно пользоваться, тоже рекомендую. Пожалуйста, смотрите. Зачем вообще мы занимаемся добавлением сетей? Их много, оказывается, все больше и больше и больше. Как понять, какая сеть самая лучшая? Вопросы чаще всего задают у нас на обучениях и на демонстрациях. Зачем столько и чем пользоваться? Какая самая лучшая? Вообще сравнение сетей дело неблагодарное. У меня на прошлом слайде было куча параметров, по которым сравнивают сети. Умение следовать промту, строгость рассуждений, кратность, скорость ответов. Куча-куча параметров, по которым их можно сравнить. И местами одна будет лучше, местами другая будет лучше. Есть такие комплексные оценки. Мне очень нравится среди них вот этот, то, что привело на экране у МСИ с Chatbot Arena, Leaderboard, как это работает. Это субъективная оценка. Пользователи определяют, какая сеть лучше, сравнивая их с литым тестом. Помните, вот вариант Кох-Кола-Папси-Кола. Здесь аналогичная ситуация. Вы даете свой запрос, он решается в двух сетях, и вы ставите галочку, какой ответ понравился больше. Чем больше пользователей, тем адекватнее оценка. Ну, поэтому Leaderboard мы видим, что наиболее адекватными сетями сейчас является лидером это GPT-4O, версия, которая была выпущена в августе. Но заметьте, что остальные сети не сильно далеко от нее. Ну, и что хочется показать, почти все эти сети у нас доступны в проде, они подсвечены зелененьким, а то, что красненьким, будет доступно буквально в конце сентября. Мы ждем Gemini от компании Google, мы ждем появление обновленной версии GPT-4O, это будет подкапотно сделано, когда она появится в наших аккаунтах. Мы также дадим к вам доступ к этим сетям. То есть решаете сами, какая сеть лучше, под себя под параметры определяете, но не стоит забывать еще и о сравнении стоимости. Потому что, несмотря на такие схожие характеристики, цена у них очень разная и от чего она зависит. Общественное образование сетей идет от такого понятия, как токин. Токин и, соответственно, стоимость этого токина. Я тут привел пример нашей старой советской телеграммы. Для меня это очень такой характерный пример, когда ты каждое слово оплачен. Запятые, пробелы. Представьте себе, что вы общаетесь с нейросетями тем, что у вас, как в телеграмме, оправьте телеграмму, каждое слово считается. А ваш оппонент тоже отвечает телеграммой. То есть он также считает свои слова, и вам приходит общий счет за вопрос-ответ. Только здесь вместо слов используется токин. Токин – это не прямо переводится слово к слову. То есть это местами символ, местами один символ. Например, на Беллингу. Перевод английского текста в токины. Вот цветные квадратики – это размеры токинов. Как видите, местами небольшие, местами маленькие. Сильно зависит от стилистики текста. И нужно понимать, что у каждой сети токенайзер, который переводит слова в токены, свой. Кто-то более крупно делает, кто-то более мелко. У кого-то хороший перевод на русский. У кого-то лучше работают тематики специализированные. У каждой сети этот перевод свой. Это сильно усложняет сравнение стоимости. Поэтому мы для себя вводим внутреннюю валюту, вы ее знаете, G-токены, для того, чтобы как-то унифицировать работу с сетями и все считаем в наших G-токенах. То есть переводим стоимость вендора в универсальную внутреннюю валюту, которую вы оплачиваете, используете для всех ресурсов, не думая о том, что где-то токены от OpenAI, где-то токены от Квена, где-то токены от Антропика. И все это по-разному стоит. Как понять, какая сеть лучше, какая дешевле, можно просто сравнить. У меня на экране таблица сравнение простого запроса. То есть мы одну и ту же задачу решаем в разных сетях. Задача простая и текстовая. Дословный перевод. Переведи на английский язык. Этот текст засловно. Оставь меня осторожкой, я в печали. Можно придумать свое сравнение. Видите, если этот запрос отдать все наши сети, которые у нас в таблице есть, а их там очень много, как вы видите, то результаты будут где-то одинаковые, где-то разные. Местами будет общий принятный вопрос. Оставь меня осторожкой, я в печали. Можно сказать СОРО, можно сказать СЭТ. Заметьте, что, как я говорил, антропик с анетой и хайповой, и опус отвечают сильно развернуты. То есть у них больше текста в ответе. Ну и представительная стоимость. Самая простая сеть сейчас самая дешевая. GPT-4O mini, которая вышла буквально на прошлой неделе. Ну и, как говорится, если нет разницы, потому что GPT-4O за этот же вопрос и за этот же ответ снимет почти в 10 раз больше токена. То есть, а некоторые в 20-50 раз больше. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание, что, да, бывают хорошие, умные, правильные сети, которые отлично решают, например, математические задачи. Отлично подходят для провозки большого количества текста. Отлично рассуждают. Но если у вас простая задача текстовая, по написанию статьи, по переводу, то можно воспользоваться более простыми сетями, получить такой же нормальный ответ, но при этом сильно дешевле. Сравнивайте, пожалуйста. Мне кажется, в этом одна из особенностей нашего пилота, Джей, когда вы можете попробовать быстро подкорректировать, переключая сети, получая нормальный результат, а дальше уже оптимизируя его по стоимости. То есть, вы находите свое решение, работающий промпт, работающую задачу, которая бизнес-выгоду имеет смысл. Ну а дальше ее оптимизируете, выбирая нужный параметр, оптимизируя промпт, оптимизируя размер, оптимизируя сети. Все это можно сделать при помощи. Для этого мы отлично подходим. Ну и, говоря дальше про окно контекста, про стоимость, необходимо все-таки по-другому остановиться, от чего зависит такая стоимость и как с этим дальше работать. Тут нам никуда не деться без параметра окно контекста. Я по-разному в течение этого года объяснял, что это такое. Сегодня попробую сделать новый эксперимент. Давайте представим себе окно контекста через следующую задачу. Мысленный эксперимент. Представьте себе, что FLM рисковая модель большая. Это такой деревянный буратино. Мне еще нравится эта аналогия, потому что, первое, во-первых, у него деревянные мозги, они не меняются. То есть его Папу Карло научил, вырезал из поляна, тупым ножом, острым, неважно, каким топором. Вот эти мозги его больше не меняются. Они один раз обучились, дальше они эксплуатируются. Новые знания в него никак не попадают, они к нему не приклеиваются. То есть пока он с нами работает, взаимодействует, он лучше не становится. Дальше Папу Карло берет его обратно к себе и переделывает. Да, обучает. Учился новый буратино. Этих буратино все больше и больше, они все время разные, все время растут, развиваются. Но вторая часть у буратино, помните, он любил приврать, поэтому у него рос нос. Ну это Купинотьево, он нашел буратино сразу большой. Но не застите так же фантазировать, как буратино, поэтому помните про это, пожалуйста, не забывайте. Теперь дальше. Представьте, что буратино не разговаривает. Он общается с нами при помощи тетрадки. Мы ему записали вопрос в тетрадку, он прочитал, нам записал ответ. То есть он совсем никак не умеет разговаривать, все общается через тетрадку, только письменно. В этом случае окно контекста, это будет размер тетрадки, которые есть с нами в буратино для общения для нашего. Большая тетрадка, маленькая тетрадка, больше в него не влезет, потому что мозги деревянные он не запомнит. А то, что вылезает в тетрадку, можно стирать, переиспользовать заново. Но больше, чем размер тетради, в него больше вообще с нами не влезает. Дальше. Что умеет наш буратино? У него размер тетради от самого контекста, вопрос, соответственно, включается в себя, измеряется всегда в токенах, не в же токенах, а в токенах сети, той сети, которую мы используем. Что очень важно и прекрасно, эта тетрада все время растет в размере. Когда мы в прошлом году начинали работать сетями, массовая самая сеть была, у нас же 5-3,5 с окном контекстов и 4 тысячи токенов. Это было вау, как много. Буквально в этом же году появился 8 тысяч окно контекста, 16 тысяч окно контекста, потом все больше и больше и больше. Сейчас, например, у Sonnet уже 200 тысяч окно контекста. Gemini, которая большая, и скоро выйдет у нее миллион окно контекста токенов. Много это или мало, для сравнения проще представить, что окно контекста на тысячу токенов это примерно один шрифт, а одна страница 12-м шрифтом русского текста. Больше и меньше в зависимости от тематики, от контекста. Но, в целом, представьте себе, что раньше помещалось в тетрадку 4 страницы текста, потом стало 8, 16, и сейчас можно при общении дать примерно 100 страниц текста в запрос, получить ответ на 15-20 страниц, еще и на запрос останется место. То есть это прекрасно все время зарастает. Но, так как Буратинка ничего не помнит и забывает, необходимо понимать, что наш диалог тоже будет записан в эту тетрадку постоянно, и он будет не сброшен. Развиваем историю Буратинку. Что еще умеет наш Буратинка с собой? У него есть три фазы, три возможности. Мы можем его спросить чего-то, и он на основании своих вот этих деревянных знаний что-то нам ответит, запишет в тетрадку. Второй вариант, мы можем спросить его из тетрадки найти нужные материалы, то есть мы ему выписываем длинную-длинную информацию, вот обработать ее своими мозгами он может по этой тетрадке. То есть мы с контекстом ему передаем информацию, то есть мы его дообучаем в нашем общении нашей тетрадке. И тут очень важно, большая, наверное, маленькая. Ну и совсем продвинутый вариант, когда мы продвинем тебе не одна тетрадка, а много тетрадок. И мы заранее нарезали ему эти тетрадки, и удаем ему нужную в нужном параметре, и он нам выдает свой нужный ответ. Это называется технология RAC или технология базы знаний, когда огромное количество информации необходимо вместить в окно контекста, когда он не вмещается, и мы заранее предобрабатываем и с этим работаем. Как влияет стоимость на окно контекста, покажу на простейшем примере. Давайте вернемся к моему же экрану и к нашей задаче про статью. Я напомню, что мы общались про длинную-длинную историю. У меня контекст запомнил 20%, потом покажу что-то такое. На 9-коте мы общались про какую-то иллюстрацию. Я сейчас продолжу с ним разговор, спрошу его про какое расстояние от Луны до Марса. Не знаю, вопрос обалденный. Заметьте, сейчас прошло больше 5 минут, скорее всего будет сброс контекста, но в целом мысль о том, что продолжая этот диалог, он никак не связан сейчас с моим предыдущим диалогом, со статьей. То есть я спросил его совершенно о другой информации. У нас для этого случая, чтобы таких вещей не возникало, есть отличная галочка, которая называется управление контекстом. Умное управление контекстом. В этом случае мы понимаем, что этот диалог никак не связан с прошлым вопросом, со статьей, с супергероями. И заметьте, что вопрос у меня занимает 4 токена. Если я сейчас продолжу разговор с ним на другую тематику. Сколько от Москвы до Лондона? Та же тематика, не та же, неважно. Воробьев, муравьев. И это в предыдущий плюс тоже попадает в этот контекст. Обращайте внимание, что у меня контекст меняется и им нужно управлять. Поэтому, пожалуйста, следите за тем, что вы спрашиваете у сети, и нужно ли ей отдавать этот контекст. Если вы сомневаетесь, не знаете, то можете сбросить его вот этой кнопочкой, бросить контекст. Ну и заметьте, что стоимость у меня возрастает. И текста больше. Ну и у меня раньше было 4 в один раз вопрос. Сейчас 5 токенов. И это может доходить до очень больших цифр. С чем это связано? Вот такое интересное внимание к этой задачи. В больших дорогих приложениях, которые используют дорогие сети, например, программисты, этот расход может накапливаться до очень больших значений. До тысяч J-токенов, до десятков тысяч J-токенов, если за этим не следить. Это очень важно, потому что это влияет на эффективность работы, тогда на вашу. Ну и ток, каким образом расходуете ресурсы, которые у вас есть в программе. Поэтому, пожалуйста, следите за ними, используйте и не забывайте сбрасывать. Я уточню еще раз какие у нас есть сейчас возможности для работы с контекстом. Это визуализация этого контекста в кнопочках. Есть возможность сбрасывать диалог при помощи элементов меню, которые находятся сверху. Мы показываем заполненность окна контекста. Мы даем возможность ее сбросить в том случае, если вы поменяли тему, и понимаете, что у вас будет без тебя другой вопрос. Почему важно запомнить так на контекст? Часто бывает, что у вас действительно нужно вести длинный диалог, а тетрадь кончается. То есть в сетку больше не вылезает информация. В этом случае мы автоматически убираем часть информации из серединки, чтобы в окно контекста появилась новая информация. То есть мы вмешиваемся в ваше общение с сеткой, потому что оно не влезает. И чтобы это визуализировать для вас, будет красненьким подсвечено, что это произошло. Будьте внимательны. Контекст заменен. В этом случае он будет красненьким. Будет написано там 8%, 70%. В зависимости от того, какой новый текст влезает в этот контекст. Смотрите на этот индикатор. Управляйте им, пожалуйста. Будьте внимательны. Дальше. Не забываем про автоотнос контекста. Если вы считаете, что сеть неправильно понимает следить за диалогом, то эту галочку нужно выключить. И в этом случае вы сами отвечаете за окно контекста. Если галочка включена, то через 5 минут паузы, когда мы не разговаривали с сетью, будет проверка на совпадение нового опроса в предыдущем контексту. Если он не совпадает, то он будет сброшен в галактическом режиме за вас, и мы сэкономим ваши потери. Ну и не забываем про вариант управления их контекстом. Как я говорил, сейчас бывает сеть с очень большим окном контекста. Для того, чтобы пользователи случайно, не понимая, что это такое, сразу не затянули огромное количество ненужной информации, мы изначально заворачиваем это окно контекста, сужаем его до небольших значений, которые хватает для бытовых задач. Если вы понимаете, что вам нужно много контекста, потому что сейчас будет длинный диалог, пожалуйста, меняйте этот параметр самостоятельно, увеличивайте окошко контекста в большую сторону. Заметьте, что на вход можно дать много токенов, а на выход всего 4000 токенов – это такое свойство сетей всех. Следите за этим, управляйте, пожалуйста, в таком режиме. Зачем это делать и какие случаи необходимы для того, чтобы мы использовали полное одно контексте в больших сетях, я сейчас приведу к простому примеру. Больше всего сети мне нравятся в качестве работы с огромным количеством информации. Большая, не структурированная, потому что модели языковые, они как раз сумеют упорядочить, суммаризировать, искать какие-то связи, детали, то есть в этом они лучше всего работают. Поэтому я сейчас покажу пример кейса такой обработки большого количества не структурированной информации. Попрошу сеть разобраться с такой вот задачей. У нас проводилась оценка качества работы технической поддержки. Это все было выдано нам в качестве ответов в Google Forms. Из Google Forms получили развернутые текстовые ответы. Вот примерно в таком вот виде. Сейчас я покажу это на экране. Много-много-много срок, заявки, текстовой информации. Это прекрасная текстовая информация, потому что с ней можно работать дальше, как-то улучшать работу нейросети, причем прощения технической поддержки. Потому что здесь обратная связь, не просто оценка 3 или 2. Что это такое? Ну, не очень получилось. А когда у тебя подробно есть информация о том, что хочется улучшить, сроки согласования, чего-то еще, с этим можно работать более адресно. Но вся боль в том, что таких 1200 этих ответов и как-то вытащить структуривую информацию очень тяжело. Ну, либо садишься руками и перебираешь, либо начинаешь использовать правильные инструменты. Что я и сделаю. Я скопирую всю эту информацию к себе. Select all. Копирую. Иду, опять же, в приложение Cloud. Сегодня мы, например, поговорили. Увеличиваю. Окно контекстовое. Ну, приличного размера. Можно до максимального. Иначе потому что не влезет. Обновляю параметры, которые сейчас я поменял. И теперь просто копирую вот эти вот все 1200 срок вместе со своим промтом в окно диалога. Пока он считает. Покажу свой промт. Ты анализируешь данные обратной связи сотрудников о качестве работы технической поддержки. Ответим на вопросы. Сгруппирую замечания по пяти группам негативных замечаний по убыванию числа отзывов. То есть мне сейчас сеть в моем ожидании должна выбрать пять характерных групп отзывов. Под них посчитать количество этих отзывов. И отсортировать по качеству. То есть вот обработав все эти отзывы, мы получили, что у нас самый популярный вопрос. Низкая скорость обработки обращений. Дальше сложность, неудобство системы подачи заявок. Ну и как видите, все мои пять групп состоялись. Я сомневаюсь правильно или неправильно. Прошу сеть дополнить ответ числом отзывов по категориям. Если бы кнопка текста была меньше, то сейчас я бы просто не влезла бы вся эта информация и мне приходилось бы ее бить на части, как-то с ней работать. Но в моем случае это сработало. Проверим, правильно ли я посчитал. 78 отзывов, 52. То есть мы добавили информацию эту. Этот диалог продолжается у меня. Здесь все контекстно зависит. Мы помним предыдущий запрос и по нему ведем дальше диалог. Можем попробовать. Хотите еще раз задавать? Я пойду дальше. У меня есть еще что рассказать вам на сегодняшнем вебинаре. Я попробую. Вторая часть, что же делать, если даже этого огромного окна контекста не влезает. То есть у меня допустим не 1200 отзывов, а 200 тысяч отзывов. Если у меня какая-то база текстовой информации из огромной инструкции большой. То есть нормальная ситуация, когда просто не влезает окна контекста информации. Появляется вопрос рага. То есть то самое база знаний, которое я говорил про третьем варианте работы с боротиной. Когда мы заранее подобрабатываем информацию, делим ее на части, ну и с ней взаимодействуем. У меня в этом контексте пример большой эстетического сборника. Называется он «Торговля в России» и выпускает наш Росстат. Каждый год старается этим заниматься. 2023 год. Тут 200 страниц мелких таблиц, вот этих сложным языком написанных, которые ужасны для обработки. Там важная информация, но обрабатывать ее в Европе очень тяжело. Ну и вся она, скопировать ее невозможно, она там в PDF неправильно. Копирование приведет к потере информации, но она, в принципе, не влезет окна контекста. Поэтому я сейчас воспользуюсь другим нашим приложением. Кажу живьем, как это работает. Снова переключусь на приложение, которое называется «База знаний Light». Это пример взаимодействия с базами знаний. Что делает это приложение? Оно позволяет обрабатывать до трех файлов. Размер, если я правильно помню, до 30 мегабайт. Это очень много для PDF. Выбираем вот этот свой файлик со статистикой. Загружаем в приложение. Этих файликов можно на трех штук. Сейчас происходит самая ситуация с ее предобработкой. Разделение на части. Сеть изучает эту информацию. Ну и дальше открывается в диалоге для живого общения с приложением. Подождем немножко. Смотрю, пока есть ли ответы к вопросу. Да. Было предложение про температуру повыше в чате. Наверное, да. Я не против, что заговорки детские были не очень правильные. С другой стороны, стилистику нужно выбирать в логичности от, как это называется, «Tone of Voice» компании. Наверное, с этим нужно дальше поиграть. Для этого сетью удобнее. Пока не остановится этот вопрос, покажу готовый ответ, чтобы не ждать этой демонстрации. Я пока остановлю. Пока свернусь к презентации, где есть кусочек этого текста, чтобы нам, в принципе, не двигаться, его не ожидать. В каком варианте она дальше может работать? Мы можем в любом формате к тексту задавать вопросы на выведе сводной таблицы по динамике продаж электроники по всем регионам. Что важно? По всем регионам, значит, суммирование информации. Обычная таблица разбита на регионы до северо-запад, центральный округ, дальневосточный, что там дальше угодно, какие-то области. И она сводная, а мы просим выбрать ее по электронике. То есть мы решили две задачи одновременно в одном запросе. Это прекрасно срабатывает, и сеть дает хорошие варианты. Причем нам нужно давать информацию как в таблицах, так и без таблиц в живом формате. Сейчас попробую ее все-таки показать в живой демонстрации, чтобы вы верили, что я вам не придумываю ничего. Вот у меня загрузилась табличка. Это предыдущий мой слой диалог. Ну и я попросил ее на основании торговли динамики электронных компонентов. Сейчас тот же вопрос скопирую и задам его еще раз в таблицу. По регионам. Как это нужно развивать? Во-первых, любые ваши сетические информации, какая-то инструкция, какие-то микробазы знаний для того, чтобы экспериментировать, насколько сеть хорошо работает за документами. Вот у меня появилась информация по полугодиям разберенная. Видите, он даже по-другому не ответил каждый раз, потому что все-таки нейросеть, она может информацию по-разному выдавать. В моей презентации было всего сравнение двух лет. Здесь у меня 2021-2022 годы, ну и динамика между ними и в процентах, и разбитых в том числе по категории. Я могу дальше уточнять сколько угодно, здесь проверять, сравнивать с информацией, переигрывать. И это такая возможность, которой тоже можно пользоваться. Пойдем дальше. Что еще важно учитывать? При всех этих возможностях. Потому что, как вы понимаете, возможности дают много возможностей, много бед. Потому что это, с одной стороны, различные способы использования нейросетей. С другой стороны, нужно как-то контролировать то, что происходит в компании. Потому что, когда мы говорим про корпоративное использование, здесь общие балансы, здесь особенности корпоративного использования с точки зрения безопасности, то, чего занимается. Это такой контроль, без которого в корпорациях ни один сервис не будет работать, в том числе и сервис по работе с искусственным интеллектом. Что у нас для этого есть? Во-первых, подчеркну, что мы добавили возможность добавления пользователя в аккаунт. То есть, даже обычный пользователь, который сейчас зарегистрируется у нас на сайте, может пригласить в свой аккаунт еще людей. То есть, это может быть семейная подписка, это может быть микрокомпания, это может быть большая компания, 20, 50, 100, неважно. Пополняйте балансы и используйте совместный баланс. Понятно, что для больших компаний такой способ не очень удобный, поэтому у нас есть возможность включения J-COPL по вашей системе авторизации, по социо так называемой. В этом случае выбор своей учетной записи в компании авторизуйте ставших в пилоте. В этом случае все администрирование пользователей, добавление новых, удаление старых, разделение прав остается на вашей функции администрирования. То есть, это не внешний сервис, а вы сами управляете учетными записями, так же как доступом к почте, доступом к ресурсам сети при помощи прав, добавлением и удалением пользователей. То есть, сотрудник уволился, он лучше потерял доступ к пилоту. Вы не думаете, что его нужно вынести из вашего аккаунта. Это очень неудобно. Ну и установка контур аналогичным способом, когда вы поставили сервис к себе внутрь компании в свой контур безопасности и управляете этими пользователями. Ну, вот добавление большого количества – вещь понятная. Что с ними дальше делать? Ну, во-первых, появилась аналитика. Не так давно она появилась летом у нас в личном кабинете. Теперь в аккаунте можно видеть свои расходы. Можно видеть расходы, если вы администратор аккаунта, можно видеть расходы своих сотрудников, чем они занимались, какими сетями занимались, каким образом расходовые источники, чтобы либо оптимизировать, либо управлять этим процессом. Это все можно выгрузить дополнительно еще в внешние файлы в Excel с подробностями по транзакциям, где будет видно именно какими операциями этот расход был сформирован. Это удобно и для анализа, куда же делись токены, ну и для такой дополнительной вашей внутренней оптимизации. Можно ли сделать что-то проще, по-другому, не понимать, куда компания больше всего, на какой сегмент искусственный интеллект тратит свои ресурсы. Но аналитика, она как бы отчетностью является такое зеркало заднего вида. То есть это уже случилось, это уже не исправить. Но вот вы узнали, что ваш сотрудник потратил там половину общего баланса на какую-то влажную программу, которую он тестировал в течение двух дней и отправляет туда огромное количество текста, не думая про контекст. Чтобы этой ситуации избегать, мы добавили необходимость лимитирования, возможность лимитирования расхода сотрудников. То есть можно для своих участников аккаунта выделить лимит. Он имеет два параметра, количество токенов и срок лимита. То есть мы выделяем там тысячу токенов, 20 тысяч токенов на месяц, на день. Вы сами это решаете. И при достижении лимита сотрудникам, да, он отключается от аккаунта, ждет пополнения лимита в следующем периоде. Тем самым мы избегаем таких вот перекосов, когда один программист съел половину ваших ресурсов за какое-то 2-3 дня, а потом все остальные не начали заниматься. Управлять этим сейчас можно только в режиме через нас, через техподдержку, но уже к начале октября появится управление этими лимитами в личном кабинете администратора, где вы сможете на каждого пользователя выбрать и сумму лимита, ну и его период. Здесь я бы советовал не убирать длинные периоды, потому что тот самый программист, который за 2 дня съедает весь лимит, остальные 28 дней просто будет ничем не заниматься с точки зрения специнтеллекта, а это плохо. Поэтому старайтесь сделать все-таки короткими лимитами, то есть короткими по периоду, но обновляемыми, чтобы люди возвращались и привыкали к этому использованию, для того, чтобы они совсем не забывали про эту ситуацию, надували на ней руку. Это такой более правильный вариант формирования привычки, к чему мы должны прийти. Ну и кроме лимитов есть еще возможность разграничить уровни доступа по ресурсам, то есть мы можем для аккаунта, для пользователя, выключать сети, кому-то разрешать Клод, кому-то только Квен, кому-то Код Квен, кому-то ЯНДЖПТ, да, это все выключается на уровне аккаунта и пользователя. Мы можем давать доступ к приложениям адресно, то есть кому-то иллюстратору, кому-то маркетологу только текстовые апы, программистам только программировать, прямой доступ, таким вот образом регулировать эти возможности. Ну и возможность работы с файлами. Это очень важное свойство, потому что часто в компаниях запрещено народу выдавать какие-то файлы, чтобы они случайно не улетали в искусственный интеллект, а к нам в J. Мы можем это свойство также запретить для вашего аккаунта и для ваших пользователей приходить с этой задачей. Она чуть сложнее, но тоже решается. Ну и в завершение, кроме вот этих ограничений, у нас появилась возможность еще и брендировать дополнительно интерфейс, адаптировать его под вас, под ваши задачи. Можно иметь логотип продукта, название продукта. Часто это необходимо, чтобы пользователи воспринимали искусственный интеллект как часть своей экосистемы. То есть многие называют его как компания, многие называют его как свои внутренние продукты. Это такое популярное свойство внедрения в культуру компаний и новых технологий. Можно иметь документацию, адаптировать ее под вас. То есть вот будет своя документация, открываться из нашего режима документирования. Может меняться ссылка на техподдержку. То есть вначале может быть первая линия вашей техподдержки, потом передаваться на нашу техподдержку. Ну и раздел комьюнити, где указана информация для общения в внутренней среде, как у нас на комьюнити есть, вы наверняка знаете, тоже может быть вашим. Вот такая вот у меня сегодня презентация. Я уложился в желаемые 45 минут. Из приятного, пока вы задаете вопросы, если они есть, покажу такой вот волшебный QR-код и даже дам ссылку на этот сервис. Что это означает? Мы для новых пользователей предлагаем воспользоваться продуктом при помощи наших промокодов. Это 500 токенов для участников сегодняшнего вебинара. Пожалуйста, обращайтесь, регистрируйтесь по QR-коду. Сейчас я ссылку дополнительно кину. С вами Сверхсенш-менеджер. И при регистрации вашего аккаунта затянет дополнительно на ваш баланс к стартовым стактически еще 500 токенов. Надеюсь, что это поможет вам полюбить нас еще сильнее. Я затяну в чат. Ссылку. Да. Перехожу к вопросам. Регистрируйтесь. Оставляйте заявки на продукт. Температуру рассказали. Про YouTube рассказали. Карта развития. Да, спасибо. Прям карты прямо нету. Что будет сделано в ближайшее время? Даже не знаю, с чего начинать. Для меня лично очень большое ее значение сейчас проявляется, и внимание, которое мы уделяем, это возможность нейросетей самим формировать исполняемый код. То есть мы, кроме того, что себе пишут код, еще используем ее возможность, когда она вызывает функцию сама. Это означает, что у нас появляется возможность делать не сценарные приложения, а приложения, которые в диалоге с вами формируют новое приложение. Так называемый режим ассистента, когда вы в диалоге при помощи нейронной сети формируете цепочку обрабатываемых действий для достижения результата. То есть не просто копирайтер, а у вас может быть в одном приложении собрана вот эта вся длинная-длинная цепочка для достижения вашего конечного результата. Это отличная возможность, потому что мы уходим от вот наших стандартных приложений, которые формируются под вас, а просто пишем функции, там, обработка файла, RAC, а дальше вы сами выбираете эти функции, да, поговорите о сети, что необходимо сделать, она находит правильную, оптимальную приемную функцию, подставляет ее в цепочку, да, и вот таким вот образом приводит вас к результату. Я надеюсь, что мы покажем первую версию, наверное, в октябре, надеюсь, что раньше, но скажу про октябрь, и дальше эта штука будет дальше развиваться. Следующая часть ближайшая – это работа с файлами. Все, что сейчас я добавлял в приложение, это такое вот у нас идет возможность в каждое раз добавление нового элемента. У нас нет места для того, чтобы показать все ваши файлы, которые вам все приготовили, которые мы сделали, вы отдали в сети. Для этого появится файловое хранилище, библиотека файлов, где все-все-все ваши объекты, которые вы сделали при помощи нейронки, либо отдали в нейронку на анализ, будут собраны в одном месте, чтобы вы могли вернуться к этому диалогу, посмотреть, скачать заново, чтобы вам не рыться во всех диалогах в поисках этой информации. Такой вопрос, пришедший сюда. Возможность создания плиток, подостроенных пользователем. Ну, примерно про это я рассказал. Да, это возможно будет сделать, мы отдадим во мне API, мы давно к этому уйдем, и инструкции, как это будет делать, и вы будете сами тренировать вот эти свои GPTs. Ну, это будет не они, понятное дело, они будут более универсальны, когда вы при помощи своих tool-log определяете функции и добавляете под своим аккаунтом новые приложения. Это целевая функция, в том числе и то, что я рассказал по работе с вызовом вот этих вот новых вариантов сетей. Да, без API это будет новый код. Если вы знаете наши другие продукты, например, G-Graph, когда вы при помощи графического редактора формируете чат-бота, собираясь цепочкой действий. Вот наша целевая часть, в том числе, чтобы соединить такой вариант нового кода, когда разные функции соединяются с цепочками действий, с условиями, да, и между ними выполняются те самые функции, которые вы прописали при помощи VAT. Тоже будет, надеюсь, в этом году мы успеем такой зарелизить. Это сильно расширит нам возможности продукта, потому что мы не будем под карту задачу рисовать отдельный апп, а будем давать новые функции, которые вы дальше можете переиспользовать. Спасибо за вопрос. Это главное roadmap в следующую презентацию. Сколько стоит типа Lama 3? Сколько стоит, вопрос, наверное, сложный, потому что, ну, вот, говорят про QN2, Lama 3.1 – это QN2 72B. Мы выбрали ее, потому что казалось она более интересной. Сейчас открою табличку. QN стоит дешевле, чем… секундочку. Да, и тут прайсинга. Да, вот по этой самой табличке с ценами. На ней можно увидеть, что QN2 со своим задачей справляется на уровне… с чем бы сравнить? На уровне уже 5.3.5. То есть, вы видите, 0.41 JTotel за этот же вопрос, совершенно адекватный. Если мы говорим про разворачивание модели у вас, то здесь все зависит от того, какой вы выбрали модель. Вот эта вот 72B разворачивается на одной стой, если я правильно помню. Ну, тут чем больше памяти, тем она быстрее, потому что тут здесь не только развернулось, но еще и дышит, в зависимости от вашего RPS. Сколько запросов в секунду вы на ней померете обрабатывать? Mistral 2 Large. Вопрос про рейтинг и катите. У нас каждую неделю происходят постоянные споры, что мы катим дальше. Для этого есть отдельный сервис Skylo, наш внутренний, где есть возможность заранее пощупать модели, потому что мы их чаще и быстрее разворачиваем, странить между собой. Ну, и потом они появятся, в том числе, в Копилоте. Говорить, что Mistral 2 Large лучше больше, я не буду. У нас с Mistral 2 Large как-то там были тяжелые отношения. Мы его вначале выкатили, а потом он себя не очень хорошо показал. Наверное, добавится Mistral со временем, но пока, скорее всего, ближайшие Lama 3.1 все-таки, да, и вот туда будем смотреть. Они по отзывам гораздо лучше. По какому нашему ощущению. Но если у вас есть пожелание, формируйте их, пожалуйста, приходите с запросами. Мы должны учьем их при формировании нашего Lama по сетям. Open Source модели тоже токены за использование, но зависит от того, куда вы их ставите. Если ставите Open Source, то мы не лимитируем ваши внутренние запросы. Там идет лицензия на время использования, если я правильно помню. Давайте я попрошу нашего менеджера с вами связаться. Он расскажет про ценообразование в OnPremium. Потому что мы пока говорили про облако, и здесь это токены. Если все это ставится в OnPrem, там нет смысла считать токены. Там считается количество пользователей, если я правильно помню. Пожалуйста, давайте это начнем. Давайте еще пару вопросов. Ну и будем завершать еще беда. Спасибо всем за внимание. Спасибо за вопросы. Надеюсь, было полезно и интересно. Я надеюсь, что мы будем делать такие вебинары чаще. Очень хочется успеть в ноябре еще один сделать. В том числе про наши новые модели, про наши новые возможности. Всех ждем. Ну, не забудьте, что у нас сегодня это первый вебинар из целой цепочки. Я надеюсь, что вы видели программу. Она, по-моему, до конца октября. 6 или 7 вебинаров по разным тематикам. Приходите. Оставайтесь на связи. Всем хорошего дня. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok